И на мой взгляд, вот еще, да, говорим о проблемах русского языка и о том, что обшелся на совете по русскому языку. На мой взгляд, есть еще одна штука, связанная в том числе с той политической эпохой, в которой мы живем. Вот эта потеря чувства суверенитета, деградация патриотического чувства как такового и абсолютизация, ну, некого такого, скажем так, вненационального космополитического успеха, она в том числе способствует тому, что, на самом деле, говорить не по-русски становится признаком якобы прогрессивности, модности, продвинутости и так далее. Огромное количество ситуаций, при которых заменяют, действительно, как вы совершенно верно сказали, нормальные русские слова, вполне себе подходящие, разными иногда непонятными терминами. Вот буквально сейчас меня там приглашают на одно из мероприятий. Я когда прочитал его анонс, мне просто вот, ну, я не понимаю, смех и грех, плакать или смеяться. Значит, написали, высылаем вам лендинг предстоящего события. А я даже не знаю, что это значит, лендинг. Я не знаю. Лендинг. У меня слово леди, может быть? Нет, лендинг. Лендинг. Я так понял, что как бы что-то вроде, так сказать, ну, вот... Ну, анонс, видимо, да? Анонс или тоже иностранное слово, но тем не менее. Дальше, например, один из пунктов – питчинг идей. Питчинг, да? Я не понимаю, что это такое. Вот я вроде не глупый человек, да, но, не знаю, может быть, глупый. Это мозговой штурм, я думаю. Но я вам вот что скажу. На самом деле, это происходит не потому, что это удобно, а потому, что им кажется, что так лучше... Что модно, это да, что это современно. Это модно, так лучше продается. И, кроме всего прочего, я вам скажу уже от себя, как человек в политических технологиях, долго находящийся, так легче мозги пудрить. Конечно. Так легче пудрить мозги. Конечно. Когда язык является не средством раскрытия смыслов, а, наоборот, их затемнение. Птичий язык такой. Птичий, да, птичий. Кто что-то щебечет и кажется очень умным, модным, продвинутым, дальше идет строка «гонорар». Сначала птичинг, а потом «гонорар». Потом, вы знаете, ведь люди же путают понятия. Я вот приводил такой пример тоже. Шел телевизионный репортаж из банка о захвате банка. И репортер, который вел эту программу, сказал, он хотел сказать, что напряжение вокруг банка достигло апогея, или достигло там высшей точки. Он сказал, напряжение достигло катарсиса, он сказал. Ну, вот это идет сплошь и рядом. Люди не понимают, о чем они говорят. Но это же эволюция языка в какой-то степени. Вы знаете, язык стирается. Кстати, вот это смешение, так сказать, стыскление слов, оно же влияет не только на язык, оно влияет на поведение. Потому что человек все-таки очень зависит от языка. Он себя ведет в рамках вот этих самых речений западных. Другое дело, что это неизбежный процесс обновления языка. Он приспосабливается. Ведь сколько понятий было введено в русский язык в 19 веке, которые не прижились, язык очистился. Идет процесс самоочищения. Но это трудный процесс.